Дорогие друзья, всем привет еще раз. У нас интервью с менеджером команды Na'Vi Игорем Сидоренко, известен также как КАП. Игорь, привет. Привет. Как твое настроение, как у тебя дела на этом интернешнале? Прекраснейшее настроение. Дела на интернешнале идут в гору. Ладно. Серьезно, давай поговорим сразу о команде, о их результатах. Что, по-твоему, в групповом этапе пошло не так у ребят? Сложно сказать. В принципе, основная, наверное, проблема это... Мы все-таки, наверное, вымотались немного за это время в Америке, которые были. Несмотря на то, что нам нужно было обязательно посетить турниры, которые мы посетили, и желательно выиграть, собственно, что мы сделали. Ребята были максимально уверены в себе. Но все же какой-то мандраж у них был. И вот первый день, именно результаты первого дня я бы отнес просто к тому, что они потеряли уверенность, которая у них была. Дальше в основном все шло, исходя исключительно из этого. Можно говорить, что они, может, недооценили каких-то противников, но я бы так... Они сами, возможно, так даже говорят, но я бы не отнес это 100% к этому, потому что мы говорили, готовились к этому и четко понимали, что каждая команда будет драться по максимуму, показывать свою игру. И нельзя недооценивать на таком турнире соперников. Просто, мне кажется, они как-то перенервничали и потеряли какой-то стержень, свой стиль и так далее. Они смогли, возможно, немножко в себя прийти после альянсов. Уже оставались сильные соперники. LGD Wings мы прошли, но на OG уже просто у нас пока что немезида наша. Я вот в интервью за дитяра спрашивал, в чем причина, и он сказал, что это волнение. Все-таки для трех игроков это первый турнир. Это видно по их игре, что какие-то игры не были похожи на себя и так далее. Да, это именно волнение. И, естественно, мы старались придать им уверенность, и я в том числе. Но если оно есть, и ты прям не можешь его обуздать как-то, то вот так. То есть в любом случае мы продолжаем над этим работать, чтобы не обращать внимания ни с кем мы играем. Просто играть свою игру. Будем работать эти пару дней над этим. Те, кто смотрят видео, контент с командой Na'Vi, они замечают, что у команды есть клич. Вижу цель, не вижу препятствий. Ну, это пошло еще с давних Davion, скажем так. Как думаешь, эта фраза, которую вы говорите перед играми, она заряжает ребят? Я не знаю, заряжает ли сама фраза. То есть, возможно, они ее говорят неосознанно даже. Но, скажем, как инструмент какого-то определенной зарядки, чтобы выпустить пар или, может быть, немного снизить волнение, это работает. То есть не важно, на самом деле, что именно они говорят. Здесь важен сам факт того, что мы собираемся в круг. Я даю какие-то последние, может быть, установки и так далее. И просто нужно крикнуть, почувствовать друг друга, почувствовать команду, передать друг другу энергетику. То есть основная задача этого действия именно в этом. Как тебе вообще International в этом году с точки зрения менеджмента? Доволен ли ты, что организаторы делают для игроков? Это мой первый International. Поэтому я в основном все время сидел в офисе все годы до этого. Поэтому мне сложно, мне не с чем сравнивать, кроме как Manila. Ну, в принципе, да, все на высшем уровне, как на всех больших ивентах. Поэтому я не могу ничего сказать больше. Хорошо. Какие у вас планы на ближайшие несколько дней? Чем будете заниматься в свободное время? Как потратите это? КВ. Ну, надо тренироваться. КВ. Отработать какие-то, может быть, фишечки. Потому что нас ждет веселенькая лотерейка. БО-1 с ликвидами. Мы знаем, что мы можем у них выиграть. У нас это получалось. Пусть там на КВ-шках и так дальше. Ну, там где-то, может, какую-то карту в любом случае мы у них могли отжать в официалках. Но в любом случае это лотерея, БО-1. Вот. Они тоже будут готовиться. Это факт. Потому что они тоже понимают прекрасный, как бы, расклад. Вот. Поэтому два основных момента. Игровые моменты. Что-то вот этакое подготовить, может быть. Или, наоборот, просто натренировать свои основные какие-то остроты. И второе – это именно вот уверенность, психология. Как-то, ну, придать уверенности ребятам. Ну, вот слушай, вот, по-моему, сразу после БТС Акбар написал в твиттере большое спасибо Игорю за… После Старладера это было. После Старладера. И можешь объяснить, за что он тебя благодарил? Не знаю. Может быть, просто за то, что я делаю. Но это надо спросить у Акбара. Хорошо. А какие твои основные задачи, вот, помимо того, что ты помогаешь организовать поездку и мотивируешь их? Что-то еще входит в твои обязанности? Ну, я стараюсь сделать так, чтобы они не думали ни о чем, кроме игры. Это касается абсолютно всего. То есть, понятно, ну, как у нас менеджеры там водоносы, как иногда называют, да. Но иногда это важно на самом деле. Чтобы он не парился, где ему там элементарно взять чай или еще что-то. Это одно. Второе – это, в общем-то, общение со всем персоналом с точки зрения организации, их там поездки, их каких-то там, я не знаю, активностей не во время игры. Те же интервью какие-то, да, и так далее. В основном это вот эти моменты. Если в поездках, то, в принципе, вот, если мы приезжаем, ну, ребята хотят, например, там, после игр где-то поесть, если, например, ну, им не нравится еда где-то там, или они не успели, или еще что-то. То есть, когда мы приезжаем, я сразу же смотрю вокруг там места, где мы можем поесть, где они могут там, я не знаю, постираться, допустим. Какие-то вот, по сути, мне нужно наладить их быт, мне нужно сделать так, чтобы они не думали ни о чем, кроме вот игры. И, в принципе, там, тренировки и так далее мы делим иногда вот с Димой, нашим статменом Дакотой, обязанности по нахождению там КВ-шек каких-то, потому что какие-то контакты есть у меня, какие-то у него. Ну, вот, да, в основном так. Ну, как бы, они просто расслабляются и вот идут за мной, я их просто веду куда-то, вот, все, это отлично. Твои дети? Да, по сути, да, так и есть. На многих турнирах, на некоторых турнирах разрешают менеджерам находиться там в кабинках или быть частью команды во время игр. Здесь же такого нет. Как думаешь, им этого не хватает? Возможно, они привыкли к одному, здесь к другое и это влияет на результат. Я не думаю, что им этого не хватает, потому что, ну, я все-таки менеджер, а не тренер. То есть, возможно, для тренеров это более, ну, как-то существенная, там, поправка к правилам. В данном случае это больше полезно для меня, потому что я могу смотреть, ну, то есть, я могу стоять за ними и просто смотреть за их там эмоциональным фоном и так далее. И между играми возможно какие-то провести там корректировочки или что-то сказать, там, как-то подбодрить и так далее или сделать какое-то важное замечание. Вот. Но, опять же, я считаю, что это не критично и не обязательно. Если говорить о тренерах, то, опять же, я считаю, что это не очень хорошо. Может быть, даже если тренер должен стоять за спинами, то он не должен ничего говорить во время игры, как это, например, сейчас в CS. Относительно доты, мне кажется, это просто, как бы, скилл и значимость игроков самих это понизит. Потому что они все-таки должны, ну, гейминг, чистый гейминг, да, все, опять игроков, крутитесь, как хотите. Вот. У вас тренер вам дает какие-то установки определенные до игры, там, после игры. Вам должно этого хватить. Это мое личное мнение. Я не претендую там на истину. Ну, вот смотри, ты много говоришь о тренере, но у Na'Vi тренера нет, есть аналитик Дима. Расскажи, пожалуйста, одна часть вопроса, что он делает для команды и в какой мере? И насколько состав озабочен поисками тренера? Потому что у всех практически команд на этом нет, тренер есть. Мы не озабочены на данный момент. В любом случае, да, тренер – это отлично. Но я уже говорил раньше там в интервью, что многие команды взяли тренеров исключительно под ИНТ. Это люди, которым просто хочется приехать на ИНТ. И, ну, вот побывать в любом виде. Очень многие команды не слушают своих тренеров так, как они должны. Я же, например, вижу, и особенно, ну, понимая там, как это все там происходит, да, я вижу, что тренер должен быть с командой всегда. Если этот тренер работал с командой последние там хотя бы полгода, да, тогда это имеет смысл. Но так просто под ИНТ взять человека, ну, я, честно говоря, не знаю, может быть, они действительно приносят какую-то пользу. Все зависит от того, насколько команда сама готова к этому, насколько она хочет слушать этого человека и так далее. Просто, ну, я знаю многие эксперименты, и они неудачные. Вот. Относительно того... В НАВИ в том числе? В том числе в НАВИ, да. Относительно того, насколько мы именно озабочены поиском такого человека, ну, да, но дело в том, что пока таких людей немного. К нам приходит очень много писем, на самом деле, с людьми, которые неравнодушны к НАВИ и которые переживают за нас, и спасибо вам за это. Но есть тонкие такие вот грани, то есть им нужен, ну, прежде всего, я не знаю, может, это наш менталитет, нужен авторитет. То есть вот люди, человек, которого они будут слушать, скорее всего, это должен быть какой-то игрок бывший, который действительно достиг многого. Возможно, это будет так. Если собирать команду, например, молодых полностью, то да, это можно привлечь со стороны, возможно, человека. Но, опять же, киберспорт сейчас поднимается до таких высот, что очень много людей приходит из классического спорта, да, на многие позиции. Но киберспорт немного отличается от него. То есть тут нужно, ну, невозможно только знаниями классического спорта вытянуть команду по вот, ну, киберспорту, потому что есть своя специфика. Ее нужно тоже знать, учитывать обязательно. Вот. Поэтому здесь нужно работать, ну, приличное время для того, чтобы найти вот этот вот какой-то баланс. Вот. Ну, где-то так, да, я и думаю. Хорошо. А по поводу Димы, какая его роль и что конкретно он делает для состава? Ну, по сути, он собирает статистику по командам противника. Анализирует ее? Анализирует, понятно, игры и выдает в данном случае эту информацию ребятам. Ну, то есть то, что должен делать статист, аналитик. Он много дает таких хороших, ну, хороших советов, которые ребята слушают. Они иногда работают, иногда они не слушают, они, в общем-то, тоже работают. То есть это их право, да, они чувствуют иногда игру, когда можно довериться статистике, а когда, несмотря на то, что статистика указывает, например, на обратное, они все равно сделают, основываясь на своих каких-то ощущениях и на своем опыте. Но в любом случае Дима делает огромную работу и это помогает команде. То есть в начале года вообще я считаю, что во многом то, что он у нас появился, была заслуга его, что команда начала подниматься вверх. Хорошо. В команде наверняка происходят какие-то конфликты? Нет. Конфликтов нет? Вообще нет. Хорошо. Разногласия, какие-то вот эмоциональные всплески? Нет. 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 У нас такая сейчас команда меланхоликов. Особо нет эмоциональных всплесков. И есть разногласия, но они решаются обычным разговором. Хотя, опять же, эти разговоры больше касаются исключительно игры. Никаких каких-то вот личных там моментов или вот в быту, да, этого нет. И я прям, ну, вот очень несчастлив, что у нас сейчас такая команда. Вот что мы, в общем, мы все можем решить. Любой вопрос мы можем решить и у нас нет конфликтов. Даже, ну, там, эти поражения, у нас не было никаких ссор, ничего. Мы просто холодно, спокойно проанализировали все, поняли там свои ошибки, где кто там не так сделал, да, что-то не так, какой-то муф там сделал и так далее. И все. Хорошо. Такой необычный вопрос. Можешь сделать небольшую характеристику каждого игрока. То есть, в принципе, то, что мы говорим, они меланхолики такие, но наверняка же не меланхолики. Ну, мне сложно их оценивать. Я бы, наверное, не хотел этого делать, потому что они, ну, они такие, какие они есть. И каждый из них дает какую-то свою, ну, вносит свою долю в общий, скажем, в общий характер, в общий какой-то, я не знаю, как это сказать. Ну, не результат, больше вот какой-то образ команды, да, вот такой, как она есть сейчас. Понятно, ну, Даня более такой веселый, активный и так далее. И он, в принципе, и сейчас является лицом команды, потому что даже большинство интервью дает он и так далее. Витя потихоньку там подтягивается, он не очень любит это делать иногда, но внутри именно команды он чувствует себя более раскованный. И если нам нужна какая-то веселая шуточка, то это всегда все связано с Витей. Вот, ну, Акбар, понятно, он всегда вдумчивый. И хотя в последнее время, опять же, не на камеры и так далее, внутри он чувствует себя более раскованно. И, ну, с ним тоже бывает весело, если не знаю, поверят мне или нет. Он может отлично пошутить, у него, в общем-то, есть такое тонкое чувство юмора. Вот, Дима, Дима просто спокоен, он именно такой молчаливый убийца, но при этом, ну, тоже как-то так, не знаю, находим общий язык, то есть он нормально общается, все чудесно. Вот, ну, и Ваня, он является таким, по сути, клеем, да, то есть он может быть не всегда там, ну, то есть он не всегда может быть активен, да, вот эмоционально. Но в сложные моменты может скрипить, как-то ребят сказать что-то, вот то, что сработает и так далее. У него просто есть чувство людей и вот чувство, когда он должен что-то сделать. Вот, ну, вот как-то так, да. Хорошо. Как ты относишься к идее сократить количество мэджов с 3 до 2? Ну, не знаю, покажет, наверное, время. С одной стороны, да, здорово, что будет больше времени подготовиться. С другой стороны, ну, наверное, если, конечно, говорить, вот не выбрасывать, так сказать, другие турниры, да, из ума, то, да, это, наверное, хорошая идея, чтобы их было поменьше. В принципе, их статус от этого только вырастет. С другой стороны, ну, я не вижу ничего плохого в том, что было 3 мейджора и 4. Исключительно, мне кажется, это связано именно с расписанием. Ну, в принципе, Valve сами сказали, да, Эрик Джонсон, по-моему, сам сказал, что в основном это просто не позволяло им очень быстро подготовиться ко всем этим турнирам. Ну, в принципе, шанхайский он как провальным был еще, может быть, из-за этого? Они говорили об этом, да, и извинялись за шанхайский мейджор, но сейчас, я уверен, после, ну, PGL, например, себя отлично зарекомендовали, да. И я так понимаю, что они будут брать на себя проведение двух мейджоров этих на данный момент. Ну, думаю, что все будет здорово. В любом случае, тут есть свои позитивные стороны, есть негативные, время покажет. Первый год был пробным, вот второй уже, оно постепенно, возможно, там, в следующем году еще что-то поменяется. Ну, в любом случае спасибо Valve за то, что они есть. Хорошо. Ты в своем прошлом тоже геймер. А ждал ли ты, что киберспорт будет до таких масштабов развиваться? И, ну, давай, наверное, как ты видишь его развитие тоже на ближайшие 5 лет? Ну, геймер я не в прошлом, я в настоящем тоже геймер. То есть геймер как бы это на всю жизнь. Я играю, да, тоже во множество игр. И, да, я там не играю соревновательно больше, но, тем не менее, ну, как бы мой менталитет тот же. Геймерский? Киберспортивный Каши ты был, скажем так, в самом начале, во время становления вот этого киберспорта в Украине, по крайней мере, насколько я знаю. Ожидал ли ты, что он вырастет до таких масштабов? Ну, и вторая часть вопроса, каким ты видишь его через 5 лет? Я ожидал, наверное, мы, когда мы этим занимались там в начале 2000-х, мы, в общем-то, к этому и стремились. Мы мечтали и делали там, работали 24 на 7, ну, работали, это сложно назвать было работой, мы этим жили, это было нашей страстью, мы не получали за это деньги, мы просто, ну, мы просто любили вот киберспорт ради киберспорта. И мы, ну, мы ожидали, что что-то будет такое, может быть, мы не представляли себе там каких-то подробностей, мы, может, не могли себе представить там интернешнл на 20 миллионов, но, тем не менее, как-то к этому шли. Если говорить о том, каким будет киберспорт через 5 лет, я понятия не имею, и мне часто задают там этот вопрос, я просто не знаю, потому что все настолько динамически меняется, вот настолько быстро, и появляются, ну, мы за какие-то там 3-4 года появилась настолько широкая инфраструктура вокруг просто киберспорта, что, ну, мне кажется, он просто будет расти с точки зрения людей, которые играют, которые интересуются киберспортом, ну, повысится, я бы очень хотел, чтобы повысилось именно, как бы, чтобы поднялся профессионализм, отношение ко многим таким вещам и у игроков, и у организаторов, у организаций, у всех, как бы, да, у участников этого процесса, с точки зрения, ну, мне кажется, что выйдет на первый, ну, как на первый план юридическая составляющая, контракты будут более серьезно составлены, к ним будут совсем по-другому относиться, медиа, то есть, вот все вещи, которые, собственно, приносят сейчас деньги, вот, ну, вот, пожалуй, так это в общих четвертах, но вот куда он придет, пока не знаю, но он будет только расти, в этом я уверен. Вопрос у меня вот касательно медиа еще один. Женя Золотарев, спортивный директор Na'Vi, он как-то, ты знаешь, что это, он выразил мысль, что, скажем так, геймеры прошлого, они постоянно были социализированы, ну, группками, потому что вы играли в компьютерных клубах, клубах и, соответственно, общались между собой. Современные геймеры, они больше сидят у себя дома по комнатам, играют, то есть, они асоциальные более. Насколько это является, скажем так, сейчас проблемой и как вот это, найти какое-то решение этой проблемы ввиду того, что киберспорт так растет, ведь ты, получается, заставляешь игрока делать то, что он не умеет? Я понимаю, да, о чем ты говоришь, абсолютно согласен с Женей в этом плане, мы сами, как бы, мы и познакомились с ним в клубе, и многие наши, там, и с Сашей точно так же, да, в Кахановским, да. То есть, мы все друг друга узнали в клубах, мы много вместе, как бы, пережили в разных ситуациях и так далее, и это нас только закаляло, и на самом деле, многие вещи, которые мы умеем, там, мы научились друг у друга, вот, решая какие-то, сталкиваясь с проблемами вместе, преодолевая их вместе и так далее. Нынешнее поколение геймеров, понятно, они более привыкли к таким домашним условиям, когда ты сидишь дома, уютненько все за квалиатуркой, там, общаешься и можешь себе позволить многое, чего мы не могли себе позволить, но решение в этом я вижу только, на самом деле, ну, если есть команда у тебя, мне кажется, все-таки нужно вот как-то, вот у нас есть практика буткемпов, да, но если вот эта команда только собралась, то, мне кажется, их нужно вот в доме, там, запереть где-то на всех вместе, понятно, с персоналом, то есть, работать, возможно, там, психологами, еще, там, я не знаю, ну, персонал, да, который будет работать с ними, обслуживающий, там, тренер, понятно, да, какая-то медиа составляющая, то есть, им нужно объяснить тоже, насколько это важно, то есть, чтобы вот они все сидели, варились в этом одном котле, тогда они могут сплотиться, тогда эта команда имеет, ну, больше шансов на успех. Мне кажется, во многом успех вот нынешний ход G как-то связан с тем, что они, они сильно очень много проводят времени вместе, они тренируются вместе постоянно, ну, и это пока самая, ну, команда, которая, по-моему, дольше всех, там, ростеры без изменений. Да, с осени, по-моему, с прошлого, да, и ликвиды. А, и ликвиды, да, вот, поэтому в этом залог, ну, то есть, тебе нужно просто общаться постоянно, быть вместе, переживать вместе какие-то вещи, то есть, то, что мы ездим на турниры постоянно, это тоже хорошо, ну, то есть, мы, мы живем, мы видим, привыкаем друг к другу, притираемся, это сплочает. Хорошо, Ир, спасибо тебе большое за такое интересное обстоятельное интервью, какие-то благодарности, привет и пожелания. Привет всем фанатам, настоящим, привет хейтерам, без вас не было бы нас. Спасибо нашим спонсорам, спасибо всем, спасибо Олег, спасибо Игорь, до свидания. Спасибо за интервью, пока. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!